В итоге закончили мы лежанку, получилась такая красавица. Ауч, горячая. По-моему, все здорово получилось. Итак, приступаем к новому заданию. Это будет просто печь-лежанка. Что у нас есть по техзаданию? У нас есть дымоход, не совсем правильно установлен. Так как здесь он зажатый полностью, нету деформационного температурного шва, нету капельника. Надо будет делать с той стороны нишу, ну с той стороны стены для капельника. То есть конденсату некуда деваться. Но ничего, это мы исправим. Теперь у нас будет лежанка 90 на 1,91 м. Топливник будет выходить вот в эту сторону. С этой стороны попросили топливник. То есть мы сейчас прорежем стенку. Сделали такую раскладку. На кирпиче мы снимаем фаску. Кирпич такого качества у нас. Вот, я думаю, на видео видно. Попадаются трещинки немножко. Сколы. Ну, так более-менее нормально. Не самый лучший кирпич. Но для этой печи будет достаточно. Так, что дальше? Так, в принципе, все. Фаски сняли. Глино-песчаную смесь приготовили. И начинаем работать. Сделали станок для снятия фасок из подручных средств. Короче, нашли доски какие-то. Обрезки там. Установили болгарку. Закрепили ее пешкой гипсокартонной. Установили так, чтобы этот диск был под 45 относительно горизонта. С этой стороны прикрепили керамическую плитку. Просверлили перышком. Установили. И на саморезы. Для того, чтобы кирпичик легко скользил. Ну, что у нас в итоге получается. Опа, это не то. Вот. Ну, вот так вот снимает он фаску. Довольно-таки быстро. Хорошо он по плитке едет. Хорошо скользит. Станочек временный. Так как он не очень часто нам нужен. У нас есть и стационарный. Но, к сожалению, мы его не взяли с собой. Поэтому такой быстро. Ну, как. Я потратил, наверное, полчаса на это, чтобы собрать с подручных средств. Но все работает. Так что можно не заморачиваться, там варить, вываривать с металла. Достаточно с хлама можно слепить. Неплохой станочек. Так, ну вот мы разбили первый ряд. На этом же ряду я начну вставить прочесные. И дверцу. Почему на первом ряду? Потому что, чтобы по минимуму уменьшить высоту лежанки. Ну и плюс, чтобы была побольше подвертка. Вот. Возле трубы я по периметру выстрелил раствор. То, что там на штукатуре или штукатуре. Отделочники нашпаклевали. Вот. Законопатил это все коалиновой ватой. И заложил базальтовым картоном по периметру. Вот мы используем такую коалиновую вату. Выглядит она как обычная. В рулоне идет. Не самого высокого качества. Но она не горит. И этого достаточно. Вот. С этой стороны. Начали изначально сверлить здесь. Хотели дальше сместить топливник. Но, как там оказалось, там идут медные трубки от кондиционера. Поэтому пришлось топливник сместить. А лежанку оставить так, как она планировалась изначально. Сейчас продолжим дальше. Сейчас покажу, как мы установили протестные дверки. В этом месте я подложил картон базальтовый. Поставил ее. Она примерно выровнялась с этим кирпичом. Чуть-чуть ниже. То есть, мне получается, я как раз могу еще сюда положить слой базальтового картона. И проложить кирпичом. А здесь мы крепили вот таким образом. Это электрод, троечка. Загнул. Просверлили отверстие. Загнул под 90 градусов и забил. То есть, довольно-таки, очень прочно держатся эти. Покажу еще кусочек, что у нас тут получилось. Так у нас кладка выглядит. Вот дверцы. Дверцы у нас спаренные. Снизу мы закрепили на проволоку. Сверху короб. То есть, мы поставили сверху уже на вот эту перемычку. Потом установили эту проволоку. Засверлили и забили ее в кладку. Все. Дальше там пойдет перемычка. Это у нас подтопливник. Это у нас каналы. В этом месте мы сделали подвертки. С этой стороны и так же с этой стороны. Сейчас установим сюда заслонку. Может здесь, может выше. Может здесь. И пойдем дальше. Здесь мы оставим такое небольшое хайло. В виде прогарчика, наверное. Так как там путь короче. Чтобы основной. И основные газы, чтобы не выходили по короткому пути. Оставим здесь чуть больше хайло. Чтобы захватывало этот угол. По чистке. По чистке, конечно, добраться до вот этого канала будет немножко сложновато. Но, тем не менее, с помощью некоторых приспособлений можно добраться. То есть, у нас вот крючок для чистки. Здесь, допустим, можно добраться до самого угла. То есть, с этой чистки можно добраться до того самого угла. Единственное сложное место, это остается у нас эта часть. Но, я оставил здесь пространство. Чтобы можно было, ну, во всяком случае, либо какой-то кочервой, ершиком, пылесосом. Но добраться можно будет. Дружки придется помучиться. Но, тем не менее, почистить можно будет печь. Почистить. Просмотреть, все ли там в порядке. Не упали ли птицы с дымохода. Ну, и такое. Сделал такую заслоночку. Простая. Использовалась шпилька. Две шайбы. Кусок металла. Ручку сюда тоже приварил. Вот она будет вот так вот работать. Сейчас защемим ее кирпичом. И будет такая замечательная заслонка. Бюджетно, быстро. И под любой размер можно сделать. Вот, установил заслонку уже. Так она будет открываться в таком положении. Так вот закрываться. С этих двух сторон оно более так герметично становится. С этой стороны остаются небольшие зазори. зазорчики. Это примерно 4-5 миллиметров. С одной стороны, это плохо. То, что печь все равно будет чуть-чуть выхолаживаться. Но с другой стороны, хорошо, что угарные газы не будут задерживаться в печи. И это не повлияет никак на здоровье заказчиков. Здесь у нас идет труба. И там идет ревизия. Вот с ревизией рукой можно достать до вот этой заслонки. То есть, если сюда попал мусор какой-то. С той комнаты можно это все убрать. Почистить. И все будет работать замечательно. Все. Такой простой конструктив. Начал выкладывать топливник. Проложил первые два ряда на красный кирпич. И сейчас пот у нас идет из шамотного кирпича. Здесь подготовил вот колосник. Вот так вот он восстановится. Вот. Сейчас еще два кусочка смонтирую и пошел топливник. Творческий беспорядок. Покажу, что мы тут делаем. Сделали топливник. Оставили прогарчик сюда. И сюда основное хайло. Здесь подходим под трубу. Сейчас тут за конопатим все калиновой ватой. Под заслонку здесь мы проходим таким образом. А перед этим рядом я проармировал проволокой. Вот таким образом. Так же самое здесь мы усилили перемычку. Продолжаем дальше. Быстренько покажу то, что мы сделали. В общем, решил все-таки замазать эти шероховатости на кирпиче. Не знаю, свет, что такое с камерой, непонятно. В общем, я замазал, загладил. Для того, чтобы сажа не собиралась там. Сильно на ней. Просто кельмой плотненько затер. И потом рукавицы я прошел. То есть так зашабровал каналы. Здесь, в этом месте я законопатил калиновой ватой. В этом месте мы начинаем уходить, чтобы перекрыть канал. Ну и проармировал этот ряд. Далее армировать я уже не буду. Проармировал еще раз над перемычкой. Для большей надежности. Это опять же, повторюсь, это не обязательная процедура. Оно и так будет все стоять. Но для своего успокоения, чтобы я спал спокойно, я делаю таким образом. Так вот, перекрыл топливник плитами. ШВ-28. Вертикальные швы я не забивал. Они лежат на сухую. Только горизонт смазал. Ставил место для расширения. Ну и они туда более надежные стоят. Вырезал картон. Сейчас еще положу слой ваты калиновой. И тут начнем замком. Здесь кусочек еще кину. И замком начнем закрывать это все. Вот. Осталось у нас два ряда. Решил я все-таки здесь кинуть еще один слой просто картона. Там один у нас. Сейчас вот так вот кину сюда. Еще тут кусочек докладу. С этого места у нас начинается перекрышка. Начнем с дальнего края. Подходить сюда, чтобы можно было раствор снизу убрать. И потом так же самое начну с этой стороны сюда. Чтоб можно было крайний раствор убрать через прочистку. Вот так вот у нас выходит. Кину этот ряд, когда перевяжу. И потом растопим. Наверное протестирую я. Посмотрю как она греется. А потом уже буду кидать финишный ряд. Облицовочный. Что-то мне хочется распалить ее побыстрее. И проверить как она работает. Ну. Понаблюдаем. Сейчас вот я начал перекрываться. Топливник. Перекрываем ее клинями. Вот клинь. Второй. Примерно вот так. Ну. Этот ряд я еще сделал. А потом я кину здесь сетку. Сварочную. И надо будет еще один ряд положить. Вот. Его будет реально проблематично положить. Так как мне надо просунуть руку туда. Такую маленькую щелочку. Ну ничего. Сделаем чуть жидче раствор. И аккуратненько там все закладем. Будем пробовать. Ну а с этой стороны вот таким образом. Будет все происходить. Вот. Перекрыл топливник полностью. И зашел вот сюда. Так как эти два кирпичика у нас нависали. Я их перекрыл тоже клином. Усилил это место. Так ребята. В общем что произошло. Мы собрали вот так вот печь. Я ее растопил. Прогрели от охапки. Но. Что получилось. Не так как я задумывал. Если взять эту половинку. Эту треть печи. Она прогрелась равномерно. То в этом месте. Вот эта часть. Где выход хайла большой. Она прогрелась на 15 градусов больше. Чем там дальше. То есть в районе. Где выход горячих газов максимально. Эта часть прогревается быстрее всего. И больше всего. Что я сделал. Я разобрал вот этот угол. Снял два ряда. И добавил туда еще ряд перекрышки. То есть я разобрал и с этой стороны. Сделал такой уголок. И отсюда облокотил кирпич. Вот. И заложил обратно. То есть в этом месте. У меня вот до сих пор. Идет три ряда перекрышка. Дальше пошло два ряда перекрышка. Вот. Ну. Сейчас буду топить заново. Пробовать. И потом посмотрим. Как оно выйдет. Ну. Я думаю. В этом случае. Она уже лучше. Будет работать. В принципе. Я был ей доволен. Но. За исключением вот этих вот пяти кирпичей. Они реально перегревались больше чем надо. Мне это не понравилось. Заказчик. Может быть. Был бы и не против этого. Но. Я так не захотел. Решил переделать. Потратил в общем два часа с Русланом. Для того. Чтобы это все сделать. Ну. Сейчас разожгу печь. Посмотрим. Прогреем. Зафиксируем результаты. В общем. Растопил я печь. Едем. Только единственное. Потому что тяга, конечно, мне кажется, чрезмерно большая. Ну. Значит. Придется регулировать поддувальные дверцы. Труба дымохода двухсотая. И. Труба высокая. Поэтому тяга довольно-таки. Сильная. Ну. Посмотрим. Посмотрим. Подходим к завершающему моменту. Закладываем крайний ряд. Здесь я по периметру проложил. Сначала. Тут мы в этом месте фаску сняли. Сейчас я покажу. Вот так вот. Перед этим рядом мы кинули сетку. Во всей длине. 0,8 миллиметров. Ну. Шах ячейки 2,5 на 2,5 сантиметра. Вот. Ну и здесь начали разлаживать. Елочкой. Паркетиком. Как. Как можно назвать. Этот вид кладки. Закончил лежанку. Ауч. Горячая. Горячая. Просто лежанка. Ничего лишнего. Не совсем видно пираметр. Почему я не видно. Так. Тут 29, 30, 35, 37, 35. Вот в этом месте самое такое нагретое место. Ну вот лежанка практически прогрелась. Она не то, что прогрелась сейчас. Протопил-то я ее раньше. Но температура выровнялась примерно сейчас. Но это немножко большая температура, чтобы лежать на ней. Ну. В среднем там 40 градусов. Плюс-минус там пару градусов скачет местами. Ну. Плюс-минус там. Довольно-таки нормально. В комнате тепло. Чувствуется, как печка греет это. Сейчас покажу дымоход, где. Дымоход он вмонтирован в стенки. Сэндвич труба идет. И пошла выше. Дымоход был установлен. Мы просто подключились к ней. Лежанку можно было бы сделать немножко ниже. Если бы выход дымохода был тоже немножко ниже. А так, чтобы мне перекрыть выход дымохода в два ряда, мне пришлось выйти на эту высоту. Высота получилась 85 сантиметров. Ну, заказчики сказали, им это подходит.